В эфире канал России итоговая программа событий недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Круто о главном. В Москве делегаты 18-го съезда Единой России подвели итоги деятельности партии за уходящий год и определили ключевой вектор ее развития на предстоящем. В преддверии дня Конституции 24 школьника республики стали гражданами России. Паспорта ему лично вручал глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. Народные избранники собрались на внеочередное пленарное заседание. Какие вопросы обсудили депутаты и какие внесли изменения в республиканские законы. Цифровое телевидение приходит в высокогорные аулы Карачао-Черкесии. Жители Хурзука смотрят телеканалы в цифровом качестве. В Москве завершил свою работу 18-й съезд партии Единая Россия. Делегацию Карачао-Черкесии возглавил глава республики Рашид Тимрезов. В рамках работы съезда подвели итоги уходящего года и результаты прошедших избирательных кампаний в регионах, а также определили ключевой вектор развития партии на следующий год. Делегаты из нашей республики приняли участие в программном форуме в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партий за 2018 год. Экономика роста, качество жизни, городская среда и чистая страна. Развитие сельских территорий. А во второй день работы съезда приняли участие основатель партии, президент России Владимир Путин и председатель партии Единая Россия, пример министра страны Дмитрий Медведев. В своем выступлении Владимир Путин отметил значимость Единой России, подчеркнув, что партия несет повышенную ответственность за историческую судьбу России. Еще очень важный аспект – региональный, потому что основная работа должна быть проведена в регионах. Без поддержки Единой России на региональном и даже на муниципальном уровне успеха не будет. Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда, исходя из общих целей и задач, подчеркнул глава государства. О главном политическом событии мы сегодня будем говорить с Русланом Джамбаевым, руководителем Исполнительного комитета регионального отделения партии Единая Россия. Он придет к нам в студию через несколько минут, а сейчас к другим темам. На этой неделе отметили главный государственный праздник – День Конституции. В зале торжеств Черкеска глава республики Рашид Тимрезов вручил паспорта 24 юным гражданам республики. Он также стал участником классной встречи, ответив на вопросы ребят-активистов российского движения школьников. Подробнее расскажет Шерифат Лепшокова. Конституция России – основной закон нашей страны, единый, имеющий высшую юридическую силу, гарант независимости и целостности нашего государства, говорили на открытии торжества. Выступая перед ребятами, глава республики Рашид Тимрезов сказал о том, что 25-летие Конституции – это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому мы с гордостью называем себя россиянами. Вы получите главный документ взрослой жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. У вас в жизни будет еще много различных документов, но паспорт – это единственный документ, который вы понесете через всю свою жизнь, как представители государства, в котором вы живете. Каждый, кто сегодня сидит в этом зале, уже сумел многого добиться. Вы стали победителями школьных олимпиад, выиграли спортивные и творческие состязания. Многие из вас завоевали авторитет и уважение не только у своих сверстников, но и у взрослых, проявив в различных сложных ситуациях свои лучшие человеческие качества. В завершении выступления Рашид Тимрезов вручил 24 ребятам паспорта гражданина России. Поздравив каждого из них с получением важнейшего документа, глава республики пожелал им быть достойными гражданами нашей страны. От имени всех школьников главу республики поблагодарила ученица 8 класса 4 школы Черкеска Лена Григорова. Сегодня большое и волнующее событие в нашей жизни. Мы получили паспорт. Это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. В тоненькую алую книжечку с золотым гербом на обложке вписаны наши имена. Имена полноправных граждан Российской Федерации. Быть гражданином России – высокая честь. В зале сидели десятки ребят-активистов российского движения «Школьников». Организация, созданная два года назад по инициативе Владимира Путина, ставит перед собой цель объединить под своим началом школьников, дав им возможность для самореализации, воспитывая в них гражданскую активность, патриотизм и личностное развитие. Во время встречи с Рашидом Тимрезовым ребята-активисты задавали ему множество вопросов. В первую очередь их интересовали проблемы образования и обучения. Конечно, мне хотелось бы, чтобы в Карачаево-Черкесии образование было одной из самых лучших в нашей стране. Мне хотелось бы, чтобы у нас не было разницы между нашими школами в плане материально-технического обеспечения, самих школ. Ну, хочется, чтобы все школы были с плавательными бассейнами, с хорошими игровыми площадками. Нам не много, но мы именно на самом деле очень серьезно занимаемся. В течение часа юные активисты спрашивали главу республики о его любимых предметах в школе, просили поделиться секретами успеха. Интересовали их и вопросы развития инфраструктуры в республике. Вы всеми силами поддерживаете спорт и здоровый образ жизни. И вот в городе Карачаевске наш стадион не в очень хорошем состоянии. И хотелось бы спросить, будет ли он? Будет, обязательно будет. И в следующем году мы к этому приступим. Интересовало ребят и то, как будет осуществляться поддержка одаренных детей. По словам Рашида Тимрезова, уже в следующем году в республике будет реализована большая программа по этой направленности. Шерифат Левшокова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В неочередной 49-й сессии Народного собрания Карачаева-Черкесии депутаты рассмотрели шесть вопросов. Из них два законопроекта бюджетной направленности. Первый заместитель министра финансов Наля Дармилова представила проект закона о республиканском бюджете. Она озвучила предлагаемые изменения и дополнения в закон о бюджете Карачаева-Черкесии по части доходов и расходов. В итоге общий объем доходов республиканского бюджета на 2018 год сокращен на 100 миллионов рублей и составил 24,5 миллиарда рублей. Также депутаты приняли законопроекты, касающиеся фонда обязательного медицинского страхования, бюджет которого увеличился на более чем 36 миллионов рублей. В соответствии с новыми поправками отныне полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность, на которую не разграничена, должны осуществляться городскими поселениями. И еще депутаты внесли изменения в закон о выборах депутатов Карачаева-Черкесии. В Москве прошел 18-й съезд партии «Единая Россия». В первый день его работы делегаты и гости ежегодного политического мероприятия имели возможность принять участие и включиться в обсуждение острых вопросов, поднимавшихся на различных дискуссионных площадках. Темы были самые разные. От этики и разработки морального кодекса члена партии, возможности внутрипартийного кадрового обновления до вопросов улучшения экологии в нашей стране. Ну а уже во второй день прошло пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин. В состав делегации нашей республики, которую возглавил Рашид Тимрезов, вошел и исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Сегодня Руслан Александрович – гость нашей программы. Добрый день, Руслан Александрович. Спасибо, что нашли время и пришли принять участие в нашей программе. Для вас этот съезд – первый в вашей новой трудовой деятельности. Я думаю, вам есть чем поделиться с нашими телезрителями. Давайте начнем с первого дня работы съезда. Как нам известно, были организованы дискуссионные площадки. Если можно, поподробнее о том, по каким направлениям они проходили. Доброе утро. Действительно, для меня это был первый съезд. И, если честно, он для меня оставил очень положительные впечатления. В первый день мы действительно работали на трех площадках. Это площадки обновления, открытости, лидерства. Они взяли в свою сущность очень много таких важных моментов и важных вопросов, которые сегодня могут повлиять на жизнь наших граждан в целом. Нам известно, что впервые в современной России, это было озвучено на площадке обновления, партия «Единая Россия» объявила о запуске высшей партийной школы. Что это за новый партийный институт, для чего и кто в нем может принять участие? Запуск высшей партийной школы – это еще один ответ на те вызовы, которые сегодня есть в современном обществе. Это вызов на то, что сегодня не хватает тех людей, которые сегодня своей активностью, своим профессионализмом смогли бы на должном уровне вести нашу страну вперед. И поэтому здесь можно сказать, что в рамках вот этой высшей партийной школы, которая стартовала на съезде, проект «Политический лидер» был запущен, который сегодня призывает и призван к тому, чтобы создать тот кадровый резерв, откуда мы будем черпать тех специалистов, которые сегодня необходимы и которых сегодня недостаточно. Это очень важный проект, на мой взгляд, потому что он дает возможность социального лифта для той категории людей, которые сегодня по тем или иным причинам не могут реализоваться самостоятельно. Там необходимо обладать определенным набором качеств. Самое главное – надо иметь желание. Есть определенные возрастные ограничения, это от 20 до 50 лет. Это могут быть помощники депутатов, это могут быть просто молодые люди. Есть определенные требования для того, чтобы была рекомендация. То есть для участия в конкурсе необходима рекомендация минимум двух депутатов любого уровня, пусть это федеральный депутат, либо районный депутат, депутат сельского поселения, неважно. Эти люди должны поручиться за компетентность и за порядочность человека, который участвует в этом конкурсе. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим результаты этого проекта. И, пользуясь случаем, хотел бы призвать всех тех желающих людей, которые сегодня обладают активной гражданской позицией и готовы реализоваться, принять участие в этом проекте. Мы со своей стороны окажем всякое содействие, окажем и информационную помощь, и консультативную помощь, и любую помощь, которую может оказать региональный исполком для участия в этом проекте. Я, если позволите, вернусь к порядочности, то, о чем вы говорили. На одной из площадок, на площадке обновления, если я не ошибаюсь, говорили о принятии этических норм члена партии «Единая Россия». Могли бы вы поподробнее рассказать, что это за этические нормы? Ну, в рамках площадки обновления это очень такое было эмоциональное обсуждение, и партия приняла, на мой взгляд, тоже очень важное решение. Была создана Федеральная комиссия по этике, которая сегодня призвана следить за соблюдением всех тех этических норм, которыми сегодня должен обладать человек, которого выбрал народ. И сегодня с депутатов, и это очень важно, спрос намного больше. С депутатов, которые сегодня позиционируют себя с «Единой Россией», депутат больше, чем с любого другого человека. И сегодня, когда любой избранник народа находится в тех рамках, что он должен следить за тем, что он говорит, следить за тем, как себя вести в обществе, он является примером, он представляет не только себя, он представляет сегодня партию. И в недавнем прошлом мы видим, что некоторые депутаты своим поведением, своими необдуманными поступками или высказываниями кинули неприятную тень на всю партию. И нам приходится оправдываться за них. И не важно, где находится этот депутат, в Садна-Сахалине, или в Екатеринбурге, или в Черкесске. И я думаю, что этот шаг, он позволит сегодня не только почистить ряды нашей партии, а призвать всех депутатов, которые сегодня, всех членов партии, это касается не только депутатов, сегодня являясь просто членом партии, это тоже большая ответственность. И не важно, где вы находитесь, вы, прежде всего, представляете свою партийную принадлежность, если вы занимаетесь какой-то общественной деятельностью или политической деятельностью. И это сегодня аккумулирует все те проблемы, которые есть в политическом обществе, в партийном обществе. И мы получим, я уверен, что результат будет превосходить все ожидания, потому что ее именно поэтому и не сделали на региональном уровне, эту комиссию. Почему? Были очень много предложений сделать в каждом регионе, как филиал, свою комиссию сделать, и чтобы сначала рассматривала региональная комиссия, а потом... Но позиция руководства партии была неизменна, и это правильно, на мой взгляд, что это была бы уже какая-то коррупционная составляющая, или там никто не хочет выносить ссор из избы, с такой формулировкой могли работать. Поэтому то, что комиссия будет федеральной, и все вот эти пробелы, которые могут быть в будущем, будут разбираться на федеральном уровне, это хороший стимул для того, чтобы не делать в клубах поступков. Спасибо. Во второй день перед пленарным заседанием вы приняли участие в презентации нового партийного проекта «Чистая страна». Я хотел бы поподробнее остановиться на этом проекте, потому что экология для нашего региона очень важна. Чистая вода и ее доступность для населения имеют важное социальное значение. Я попрошу вас поподробнее рассказать о том, что это за проект, и каким образом наш регион может принять в нем участие. Ну, этот проект был, он давно обсуждался, и его принятие, оно тоже, ему предшествовали те проблемы, которые сегодня возникают в нашей стране. То есть, наряду со многими проблемами, которые и так есть в нашей жизни, сегодня экология, она под руководством, под призывом президента нашей страны, она, тема экологии, она выходит на первый план. Поэтому анонсирование этого проекта, оно было ранее, старт ему был дан на этом съезде. Этот проект включает в себя шесть направлений. Там и реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Это и экологический сбор, то есть, внедрение госпрограмм и систем, которые сегодня модернизируют те очистные сооружения, которые у нас есть. То есть, это и затрагивает и тему чистой воды, например. То есть, то, что сегодня беспокоит жители нашей республики. Это и сохранность рек и озер. То есть, эта система, этот проект направлен на то, чтобы вплоть до сохранения определенных видов животных, которые сегодня находятся под угрозой вымирания. И это очень важный проект, который задействован в этом проекте, должны быть абсолютно все граждане нашей страны. И это очень важный проект и для нашего региона. И здесь, что самое приятное, что возможность каждого региона в участии в этом проекте, она будет регулироваться индивидуально. То есть, сегодня мы говорим о том, что где-то какие-то недобросовестные службы, которые сегодня занимаются этими твердыми коммунальными отходами, какие-то сборы непонятные. То есть, людям непонятно, что будет происходить. Этот проект направлен на то, что это проект сдерживания, это проект контроля, который сегодня не даст никаким недобросовестным коммунальщикам, которые задействованы в этой сфере, не даст заниматься произволом. Этот проект направлен на то, чтобы сохранить то, что у нас есть, и направлен на то, чтобы приумножить, в хорошем смысле слова, в лучшем смысле слова, сохранить нашу природу, приумножить ее богатство. Хотелось бы еще затронуть несколько очень важных проектов, которые дальше будут реализоваться в нашей стране. Это такие проекты, как городская среда, которые успешно реализуются в нашей республике. Вообще по стране в этот проект включились около 200 тысяч дворовых территорий. За два года уже реализовано 36 тысяч дворовых территорий. Я уже об этом говорил. Из 29 тысяч общественных территорий, это парки, места для отдыха, скверы, реализовано уже 6,5 тысяч за два года. И этот проект будет работать и дальше. И мне очень приятно, что в рамках этих проектов в нашей республике на следующий год будет продолжена работа, она будет увеличена, ее объемы будут увеличены на порядок. И каждый житель нашей республики, я думаю, ощутит на себе реализацию этого проекта, очень важного проекта. И то, что сегодня меня очень радует, с каким настроением я приехал с этого съезда, из уст президента, я услышал, что все дворовые территории до 2024 года, которые нуждаются в облагораживании, в ремонте, они будут все отработаны. То есть, это очень важный такой момент. Еще есть важный момент, что в рамках проекта «Культура малой родины» три направления выделено. То есть, по этим направлениям наша республика будет активно участвовать в этих проектах. Это и оснащение школ инструментами, это и автоклубы, то есть, это сборные такие автомобили, которые обладают всеми техническими средствами для проведения дискотек, митингов, каких-то праздничных мероприятий, обладающих там большой сеткой Wi-Fi. То есть, до 2024 года около 600 машин будет закуплено. Я уверен, что и несколько автомобилей получат наши какие-то населенные пункты. Спасибо. На пленарном заседании выступил президент России Владимир Владимирович Путин. Я попрошу вас поделиться и рассказать о том, какие основные тезисы прозвучали относительно будущей работы партии. На что сегодня региональным отделением необходимо обратить внимание для более эффективной работы с населением. Ну, посыл президента был четким и ясным. Он сказал, призвал всех членов партии, неважно это, депутаты Государственной думы, федерального собрания или депутаты муниципальных образований быть поближе к людям. Не поближе, а выйти на прямой контакт с людьми. То есть, то, что сегодня мы имеем, мы имеем то, что есть необходимость диалога с людьми. Как можно строить политику, как можно строить планы, когда мы не знаем потребности людей. Но здесь на опережение могу сказать, что в нашем регионе этот процесс был уже запущен до этого съезда. Он был инициирован главой нашей республики. И было приятно, то, что даже в процессе вот этих двух дней, до этого я присутствовал на семинаре, те вопросы, которые озвучивались, по некоторым из них даже в большей части у нас уже началась работа, она ведется, по ней есть уже какие-то результаты. Но сегодня мы услышав президента не можем на его этот призыв реагировать по-другому. Почему? Потому что сегодня люди от нас ждут реального результата. Люди сегодня хотят увидеть этот результат. И люди не хотят жить через 5 лет, через 10 лет. Они хотят жить сейчас. И жить в комфортных, нормальных условиях. Мы живем веке технологий, веке прогресса, когда я удивлялся, чему, что коллеги из других регионов рассказывали о таких вещах, которые в 21 веке слушать о них конечно неприятно. И поэтому наше региональное отделение, все члены партии сегодня заточены под то, чтобы выйти на прямой контакт с людьми, услышать людей, исходя из этого услышанного, сформировать порядок действий, по которому мы сейчас будем двигаться вперед. И я думаю, что если в этот процесс будет вовлечено как можно больше жителей нашей республики, все вместе мы сможем сделать жизнь в нашей республике лучше, комфортнее, безопаснее и приятнее для всех нас. И для нас, и для наших детей. спасибо Руслан Александрович за столь содержательную беседу. Я уверен, что те проекты, о которых вы сегодня говорили, они будут успешно реализованы во благо нашего населения, во благо нашей страны. И тот процесс обновления, который сегодня уже запущен, вы, в том числе, яркий пример этого обновления, он будет также успешен. Спасибо вам большое за приглашение. До встречи. До встречи. Сейчас я хотел бы вернуться к федеральному проекту «Чистая страна», который был презентован в ходе 18-го съезда партии «Единая Россия» председателем Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Владимир Владимирович назначен федеральным координатором данного проекта и в силу того, что вопросы экологической безопасности очень важны для жителей нашего региона, в котором располагаются несколько курортных зон, а кроме того, в связи с тем, что есть в районах у населения вопросы и по качеству подаваемой воды на соответствие санитарным нормам, мы попросили дать небольшой комментарий и разъяснить, может ли решить данная программа проблему жителей тех населенных пунктов, в которых есть вопросы по качеству подаваемой воды и каковы требования для включения в данную федеральную программу. Ну и давайте послушаем комментарий. В рамках партийного проекта «Чистая страна» предусмотрено несколько направлений, среди которых есть направление, которое называется «Чистая вода». Это направление, собственно, которое посвящено обеспечению граждан качественной питьевой водой, строительству очистных сооружений и современных систем по очистке воды. И, в моем понимании, этот проект как раз и адресован тем территориям, которые испытывают перебои с качественной питьевой водой, потому что у нас в России ежегодно около 20 тысяч человек погибает от употребления некачественной, грязной, неочищенной воды. И это очень серьезная проблема, и вот в рамках этого проекта эту проблему надо решить. И еще одно направление — это особо охраняемые природные территории, создание новых заповедников, национальных парков. Безусловно, это направление очень интересно для тех регионов, в которых есть курортные зоны, в которых есть те зоны, которые требуют особого подхода, особых режимов охраны этих территорий и особых режимов защиты лесных массивов, водоемов и так далее. Критерии для попадания в проект они, в общем-то, просты. Важно будет сейчас региону определиться с региональным координатором этого проекта, и дальше этот человек уже будет вести собственно постоянную работу с одной стороны с региональными властями, с другой стороны с руководством федерального проекта и с Министерством природы Российской Федерации, с Минстроем, в зависимости от того, в каких направлениях регион собирается участвовать. И, конечно, здесь важно и в свое время подготовить проектную документацию и, в общем, обосновать необходимость тех или иных программ, реализации тех или иных программ на территории региона. Но, в общем-то, это достаточно такая понятная работа, и ключевым вопросом здесь будет как раз кандидатуре того человека, который займется координацией этой деятельности в регионе. И мы планируем работу по подбору таких кандидатур, региональных координаторов проекта начать уже в самое ближайшее время. И уже в течение недели состоится селекторное совещание с регионами, где мы будем, собственно, озвучивать те требования, которые у нас будут кандидатом на вот эту должность координатора партийного проекта «Чистая страна» в субъектах Российской Федерации. Действительно, для нашего региона экология и чистая вода одна из актуальных тем и, надеюсь, что уже со следующего года результаты работы федеральной программы «Чистая страна», куратором которой является председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на себе ощутят и жители нашего региона. Ну, а сейчас короткая реклама. Жду вас. Не переключайтесь. Салон «Галерея мебели». Более тысячи квадратных метров шикарной мебели. Наша мебель практичная, качественная, с оригинальным дизайном. Создайте в интерьере атмосферу роскоши. Сформируйте собственный стиль дома и живите с комфортом. «Галерея мебели». Черкесск. Октябрьская 301А. Во дворе «Стройоптторга» на втором этаже. «Галерея мебели». Превращай мечты в реальность. Предоставляется расстрочка от банка «Хоум Кредит» от 10 месяцев до 2 лет. Генеральная лицензия Центробанка номер 316 от 15 марта 2012 года. Низкие цены мечта. Реальность. Магазин «Светофор» предлагает стиральный порошок персил 6 килограмм 374 рубля 90 копеек. Средства для мытья посуды АОС 900 грамм 71 рубль 90 копеек. Экономьте вместе с магазинами «Светофор». Притягивает взгляды и подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. ТРЦ «Панорама» 1 этаж. Звезды сошлись. Кисловодские увлекательные развлекательные шоу. Новый год в цирке. С 22 декабря. Ждем всех. Ни один ребенок в России не приобрел ВИЧ в детском саду или школе. Вот это я, а это Саша. Мама говорит, что у него ВИЧ. Когда он перешел в нашу школу, тот и сказал про это. И все родители долго спорили, ругались. Но мама сказала, что это для нас не опасно и убедила других мам. Саша научил меня рисовать и играть в футбол. Он мой лучший друг. Узнайте больше по телефону Государственной горячей линии 8 800 160 В этот Новый год каждый россиянин получит 20 подарков. С января 2019 года по всей России 20 бесплатных каналов в цифровом вещании. Приобрели автомобиль? Поздравляем! Но что теперь? Куда идти? Где получить номера? А если нужны права? Как оформить все документы? И как быть со штрафами? Разобраться во всем бывает трудно. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь многие автомобильные заботы вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Закончили автошколу и хотите получить права? Или вам необходимо восстановить или заменить водительское удостоверение? Оставьте заявку на портале и вам останется только приехать за готовым документом. Нужно зарегистрировать автомобиль или получить номера? Оформите заявку на госуслугах и приезжайте к назначенному времени без очередей и суеты. Кстати, не забудьте о неоплаченных штрафах ГИБДД. На портале проверка и оплата займет всего пару минут. Госуслуги проще, чем кажется. Уважаемые жители Республики в 2018 году срок уплаты имущественных налогов не позднее 3 декабря. Если вы еще не получили уведомления обратитесь в налоговую инспекцию. Если уведомления на руках оплатите налоги любым доступным способом. Либо через кассу или терминал любого банка. Либо через личный кабинет налогоплательщика или банка партнера налоговой службы. Либо через онлайн сервис заплати налоги. А также можете оплатить имущественные налоги через портал Госуслуг или в отделениях Почты России. Если же уведомления вызывают у вас вопросы вы найдете ответы на сайте налоговой службы. Внимание! Уже с 4 декабря на сумму вашего налога начисляется пение. Оплачивайте, пожалуйста, ваши налоги вовремя. В этот Новый год каждый россиянин получит 20 подарков. С января 2019 года по всей России 20 бесплатных каналов в цифровом вещании. А теперь вести из Хурзука. Там прошла перепись телевизоров, которая выявила цифровые способности и новые таланты домохозяек. Также стало известно, готовы ли в Большом Карачае к отключению аналогового телевидения. Из Верховья в Кубани репортаж Руслана Каракмазова. В Алу Хурзук приехали студенты Северокавказской гуманитарно-технологической академии. Они получают профессию цифровых инженеров, поэтому им интересно провести научные исследования проникновения цифрового телевидения к подножию Эльбруса. Руководитель этого цифрового волонтерского отряда, кандидат математических наук Тамара Капушева, сообщила телеканалу «Россия-1» о том, что они проводят перепись телевизоров вместе со школьниками Хурзука, чтобы укрепить социальные контакты между разными поколениями молодежи. И это, конечно же, способствует качественному проведению исследования. Вот мы пришли в дом Ибрагима Узденова. Ему скоро исполнится 90 лет, и он свидетель разных эпох развития телевидения, поэтому ему и есть что сказать молодежи. Впервые Ибрагим Узденов прочитал о телевидении в газете в 1955 году. Тогда он находился в депортации в Средней Азии. Казахи тогда радовались тому, что в домах могут смотреть, что происходит в Москве. Узденов вспоминает, что большинство населения не верило в такие телевизионные чудеса, поэтому газетные заметки о телевизорах считали богохульством. Но в следующем, 1956 году, наш герой вместе с казахами впервые увидел далекую Москву по телевизору. Еще через год Узденов вернулся на родину в Карачае. Его профессионального животновода пригласили на работу в Ставропольскую станицу Бекешевская, где он и купил свой первый телевизор и привез в Хурзук. Здравствуйте, в Киривисте, Карачаево, Черкесия. Сейчас в доме Узденовых два телевизора. На одном цифровое телевидение и 20 телеканалов, на другом телевизоре спутниковая тарелка и 900 телеканалов. Хурзукчане своим гостеприимством препятствовали переписи телевизоров. То на чай со свежим сыром, то на хачаны приглашали студентов из Черкеска. Но научная работа важнее. С бесконечными словами благодарности цифровые инженеры обошли все шесть микрорайонов Хурзука. Их больше всего удивило большое количество телевизоров у местного населения. Много домов, где четыре телевизора, хозяева которых шутили. Не будут ли их раскулачивать? Большинство людей боялось того, что когда мы спрашивали у них сколько у них телевизоров, сколько телевизоров у них всего. Люди боялись того, что как бы можем у них забрать телевизор лишний. Раскулачить. Раскулачить. И просили зачеркнуть. Просили, чтобы написали, что у них один аналоговый телевизор. А на самом деле четыре. На самом деле у некоторых даже было четыре телевизора, да. Но исследователи цифровой жизни в Хурзуке нашли не экономическую, а философскую причину телевизора в каждой комнате. Тут карачевские семьи, которые еще соблюдают свои традиции и младшее поколение не позволяет себе в одной комнате сидеть со старшим поколением. И старшее поколение они в отдельной комнате, остальные в другой комнате. Вот из-за этого. Есть даже несколько семей в Хурзуке, где нет вообще телевизора и люди очень даже счастливы. Они читают книги и газеты. Больше всего цифровых волонтеров удивили хурзукские домохозяйки, которые умеют не только выпекать хачаны, но и настраивать цифровое телевидение. Своим раскрывшимся талантом они подготовили Хурзук к эпохе цифрового телевидения. Потому что мужчины здесь заняты очень важным животноводством и женщинам нужен телевизор. Хочешь смотреть телевизор, умей его настраивать. Вот так и раскрылся цифровой талант хурзукских домохозяек. Итак, итоги телевизионной переписи в ауле Хурзук. Местные жители имеют в среднем по два телевизора и множество способов приема цифрового и спутникового сигналов. А это значит, что в торжественной обстановке могут спокойно попрощаться с аналоговым телевидением. Кстати, о торжественной обстановке они обещают по этому случаю сделать большой праздник шашлыками и танцами, сказать аналоговым телевидением. До свидания. Руслан Куркмазов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевская, Апрельбрусья. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе События недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин 4 штуки 423 рубля 90 копеек. Экономьте вместе с магазинами Светофор. Свечи, подарки под елкой, диван, она дремлет, улыбка сквозь сон. Вот и свершилось, о чем мы мечтали. Полон комфорта и счастья наш дом. Весь декабрь и для вас в салонах Ангажемент новый диван за полцены. Мы знаем цену комфорта. Мебельный салон Ангажемент. Город Черкеск, улица Октябрьская, 392. Все для волшебства рядом. В гипермаркетах Магнит. Икра красная. 169 рублей. В декабре совершайте покупки и получайте гарантированные призы. Норковые шубы с отделкой из куницы в магазине Вятские меха. В ТЦ Панорама. Звезды сошлись. Кисловодские увлекательные развлекательные жоу. Новый год в цирке. С 22 декабря. Ждем всех. Игровая площадка «Детский рай» приглашает малышей от 1 года до 9 лет. Весело провести время. Батуты, горки, карусель, игровые зоны. Комнаты для проведения дней рождения бесплатно. Черкеск, улица Парковая, 108. Фирма ТОП СЕКЮРИТИ поздравляет своих абонентов с наступающим Новым Годом и дарит подарки. С 1 по 10 декабря вы можете провести переговорное устройство в квартиру всего за 500 рублей. 25 декабря всего один день. Скидка на любые услуги фирмы 50%, установка домофона в подъезде, видеомонитор и многое другое. Весь декабрь каждый гость нашего офиса получит один месяц бесплатного обслуживания в 2019 году либо снижение тарифа оплаты. Подробнее вы можете узнать по телефону 2 1 2 1 1 3 и в офисе продаж по адресу Черкесск, улица Балахонова, 65. Спасибо, что вы с нами уже более 10 лет. Мы открываем свои лица, чтобы вы открыли нам свое сердце. Узнайте подробнее истории женщин, живущих с ВИЧ на womanplus.info Задолженности напоминают о себе, когда вы ждете этого меньше всего. Что это может быть? Долги по налогу на авто или имущество, а может быть извещение о судебной задолженности. Что делать? Идти в банк или в налоговую? И как проверить реквизиты? Быть в расчете с государством бывает непросто. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь ваши заботы по задолженностям вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Убедитесь, что транспортный или имущественный налог не превратился в задолженность. И оплатите его с гарантированной надежностью. Портал работает напрямую с налоговой инспекцией. Чем суетиться при встрече с инспектором ГИБДД, лучше заранее позаботиться о неоплаченных штрафах. На госуслугах используется официальная база ГИБДД. А оплата надежна, как в банке. А если все-таки упустили время оплаты штрафа или налога, и есть решение суда. Не дожидайтесь запрета на выезд из страны и проверьте свои судебные задолженности на портале в пару кликов. Теперь вести спокойную жизнь намного проще. Госуслуги. Проще, чем кажется. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова